Эти ребята не могут представить политехнический техникум без студсовета даже на секунду. Кто тогда организует всевозможные волонтерские акции, праздничные концерты и дискотеки? Кто поможет отстающим в учебе и оформит стен газеты? В их головах всегда полно идей. Сегодня в составе студенческого совета политехнического техникума 25 студентов, обязанности которых четко распределены. Обязательно, чтобы студент был очень активен в плане реализации, например, творчества, чтобы он был позитивный, чтобы он мог помогать другим студентам заряжаться своей солнечностью, яркостью, задором. Ну и, конечно, самое главное, чтобы он был добровольцем, чтобы он умел, чтобы он хотел помогать делать какие-то добрые дела. Студенческий совет – это один большой сплоченный коллектив, в котором мы дружно делаем что-то вместе, не как каждый по отдельности, а что-то вместе мы решаем и что-то делаем, что-то воплощаем в жизнь. А еще, чтобы войти в студсовет, нужно успевать буквально все. Возможно, именно поэтому на заседаниях актива никогда не бывает скучно. Эти студенты найдут время и повеселиться, и решить наболевшие вопросы. Ребята признаются – успех работы студенческого совета во многом зависит от качеств его руководителя. В этом политехническому техникуму повезло. На смену одного талантливого председателя, выпускницы этого года Ксении Евстифеевой, пришел другой – второкурсник и будущий программист Анатолий Паршиков. Он пришел не таким активным, но долгая совместная работа, плюс, наверное, какие-то внутренние данные позволили ему просто как-то совершенствовать себя. Студсовет помогает развивать чувство сострадания, чувство помощи к тем категориям, кто в этом нуждается. И здесь вот не из-под палки, а какое-то вот внутреннее сочувствие, и они умеют это организовать при работе с ребятами в группах. Впереди у ребят много работы. Мероприятий, концертов и волонтерских акций хватит на весь год. И во всем этом студсовет примет непосредственное участие. К тому же приближается главный праздник всех студентов, который активисты техникума обещают сделать незабываемым.